Всем привет, мои дорогие друзья, с вами Лихо Делина Деть, и сегодня мы продолжаем играть в игру по названию The Sunly Parable. Тут у нас есть кружка, которую нельзя взять, компьютер, которую нельзя ничего сделать. Ну, как бы... Помолчи, Ватилий. Кто не знает, кто такой Ватилий, это вот этот чувак, который рассказывает всё. Почему его зовут Ватилий, посмотрите в предыдущую серию. Она будет в... вроде бы... да, в правом верхнем углу. Ну, а мы пока что идём, идём, и мы идём... Оказавшись перед дверьми открытыми дверьми, Стэнли, не раздумывая, вошёл влевую. И мы идём на... вправо. Переговорная была совсем не там. И Стэнли, конечно, знал это. Возможно, сперва он решил зайти в комнату... Ну, ладно, все эти реплики мы видели в первой серии, так что не будем это. Стэнли не терпелось заняться делом, поэтому он решил вернуться через дверь по левой стороне коридора. Туда мы уже ходили. Нам надо сюда. Ты был настолько непоследователен и непредсказуем, что было решительно непонятно, как его терпеть... Стэнли, послушай меня. Мы, кажется, оба потеряли нить. Я ведь не враг тебе. Совсем нет. Я понимаю, что сложно бывает кому-то довериться. Но ведь ты согласишься с тем, что история всё время была именно про тебя? Ты кем-то всё время пренебрегаешь? Ты забыл о ком-то, Стэнли. Ты можешь хотя бы не каждое решение сам принимать? Я ведь не за себя прошу, а за неё. Так. Так, эта дверь закрыта? Ну, там какая-то... Темнота! Я не очень хочу тут... Ну, ладно. Кого пугает темнота? Это она, Стэн. Ты должен это сделать. Кто она? Говори с ней. Кто она? Стэнли, это ты? Я быстро-быстро. Милый, подойди секундочку. Сейчас только хлеб из духовки достану. Вот они, румяные какие. Что же ты стоишь там? Скорее заходи. Рассказывай, я продал. Я поймал тебя. Стэн, ты правда подумал, что у тебя есть любящая жена? Да кто вообще может согласиться жить с тобой? Василий, ты офигел? Я хочу, чтобы ты кое-что увидел, Стэнли. Давай, давай, проходи. Я всё тебе расскажу. Я ненавижу тебя, Василий. Это крайне печальная история о смерти человека по имени Стэнли. Доброе утро, разработчик че... Работник. 2-4-2-7. Нажми U на клавиатуре. Это довольно скучный парень. У него есть работа, на которой ничего не нужно делать. И каждая кнопка, которую он нажимает, это ещё одно напоминание о бессмысленности существования Стэнли. Ну, посмотри на него. Кнопки свои нажимает. В точности делает то, что ему сказано делать. Вот, опять нажал на кнопочку. Теперь обедает. А потом вот домой идёт. И снова на работу из дома. Может быть, кто-то его пожалеет. Но ведь он сам выбрал такую жизнь. Но в голове его разворачивались фантастические приключения. Сидя за своим столом, Стэнли мечтал о невероятных экспедициях в неизведанные. Об удивительных открытиях новых земель. Это было прекрасно. И каждый его день на работе был напоминанием о том, что ничего подобного не случится. Что, смотреть телевизор? Нажмите Z. Ещё он фантазировал о своей жизни. Где телевизор? Вот как-то раз, например, Стэнли представил, что однажды, встав из-за стола, он обнаружит, что все коллеги и его босс-пост, абсолютно все в здании, внезапно исчезли с лица земли. Эта мысль взволновала его невероятно. Пожалуйста, нажмите F, чтобы поиграть с сыновьем. Он представил, как вошел в холл с двумя дверьми, и потом представил, что мог выбрать любую дверь. Да, наконец Стэнли мог выбрать. И было совсем не важно, что там за дверьми. Сама мысль о том, что можно было принять решение самому, казалось, что-то невероятно. И он бродил по своему выдуманному миру, наполняя его множеством путей с конечными челями. Нет, моя карьера приглашается в мой офис. В конце другого пути была огромная круглая комната с мониторами и ручками управления разумом. В конце другого пути была жёлтая линия, которая протянулась в множество сторон. А ещё была игра с ребёнком. Чтобы рассказать детям сказку. Это было такой прекрасной фантазией, что Стэнли проживал её снова и снова в своём уме. Снова и снова, отчаянно желая, чтобы она никогда не закончилась. Ведь только в этой фантазии он был свободен. Разумеется, в конце одной из дорожек был ответ. Как же ему там не быть? Четыре? Чтобы сказать своей жене, что вы её любите. А зачем мне нажкинула? Но ответа не было. Да и вообще, как бы он мог быть? В реальности ничего не менялось. Стэнли только и делал, что нажимал на одни и те же кнопки. И чем дольше он этим занимался, тем более погружался в это. Я пытаюсь вам сказать, что в этом мире Стэнли лишь наблюдатель, и никто больше, оставаясь здесь, он убивает себя. Но он ведь меня не послушает и никогда не остановится. Вот, смотрите. Стэнли, в следующий раз, когда ты увидишь приказ, нажать на кнопку. Не делай этого. Шо, прийти утром на работу? А если я реально не буду нажимать? Я не нажимаю. Долго так ждать? Ай, не буду я так долго ждать. Вы видите? Он меня просто не слушает. На каком еще языке мне сказать ему, что каждая секунда, проведенная здесь, просто убивает его? Как я могу донести это до него? Как мне заставить Стэнли взглянуть на себя со стороны? Видимо, все же никак. Мой способ не сработает. Но и не я эти правила составлял. Я просто отыгрываю свою роль, точно так же, как и Стэнли. Не такие уж мы и разные, правда? Я все же должен. Должен еще раз постараться все это ему передать. Я просто вынужден, я обязан. Может быть, сейчас получится. Может быть, сейчас. Ааа, пожалуйста, умрите. Я думаю, сейчас скример будет. Аааа. Интересно, сколько я тут просидел, подумай Стэнли. Несколько минут, суток, столетий. Не случилось ли чего дурного, пока я был в отключке? Стэнли решил, что впредь надо бережнее относиться ко времени. А почему здесь так много листов? А... Оказавшись перед двумя открытыми дверьми, Стэнли, не раздумывая, вошел в левую. Там была куча листов. Что мне с ними надо было делать? Ну ладно, пойду в левую. Переговорный тоже. Никого не было. Не веря своим глазам, Стэнли решил подняться к кабинету директора, в надежде, что там он сможет прояснить ситуацию. Кладов. Стэнли зашел в кладовую, но в ней не было ничего интересного, поэтому он повернулся и вышел обратно. Окей. Дойдя до лестничной клетки, Стэнли поднялся наверх, к кабинету директора. Ну, я школу закончил на два с минусом, поэтому верх это там, я знаю. А здесь что у нас? Здесь ничего. Окей. Но Стэнли испугался. Он подумал, начальник увидит его и уволит. Кто из экономической точки зрения время так рисковать? Просто потому, что Стэнли показалось, что все вдруг исчезли? Директор бы решил, что он спятил. И тут Стэнли осенило. Может быть, сказал он себе, я и правда сошел с ума. Разве могли все вот так просто взять и исчезнуть? Без всяких на то причин. Могли. Нет. Все это полная чушь. Продолжая размышлять об этом, Стэнли стал замечать и другие странности. Например, когда он посмотрел на пол, то не увидел своих ног. И почему двери сами закрывались у него за спиной? И если на то пошло, то эти помещения были слишком бесконечно. Одинаковыми не повторялись ли они? Нет, нет, сказал Стэнли сам себе. Это было бы совсем странно. Такого не может быть в реальности. И тут он осознал, что происходит с ним. Плю, закричал он. Это все только сон? Ну и слава богу. Стэнли вздохнул с облегчением, найдя, наконец, объяснение. Не сошел на карте. Думал он. И вернусь к своей скучной работе по нажатию кнопок. Так что пока я тут, надо пользоваться моментом. Стэнли представил, что он умеет летать. И принялся парить над землей. Потом пошел дальше. И вообразил себя в космосе посреди звездного облака. И все это появилось. Это было так здорово. Стэнли был так рад, что все еще спит. Удивительно, что сон такой ясный. Потом ему в голову пришел один странный вопрос. Он был так восхищен всем происходящим, что раньше не подумал об этом. Что это за голос в моей голове, который все время описывает, что я делаю или о чем я думаю? Сейчас голос описывал то, как Стэнли задумывается о нем. И находит это странно. Мне снится сон про голос, который говорит о том, что я думаю о том, что он все время говорит про то, о чем я думаю, подумал Стэнли. И хотя Стэнли, полагая, что спит, спрашивал себя, а что, если и другие люди слышат этот голос, когда они спят? На самом-то деле, это был совсем не сон. Может быть, он обманывал себя, понимая, что во сне ему не нужно отвечать ни за какие поступки. Но Стэнли не спал, и сознание его было ясным. И теперь он был напуган голосом, говорящим эти слова. Ведь он был абсолютно уверен, что все это был сон. То есть голос видел и эти звезды, и как он летал сквозь них пару минут назад. Иначе как бы он все это рассказывал? Значит, этот голос был частью Стэнли. Ну, конечно. Нужно только доказать, что Стэнли держит ситуацию под контролем. Стэнли медленно закрыл глаза и настроился на пробуждение. Он почувствовал легкий вес одеяла на себе и упругость матраса. Он ощутил дуновение свежего воздуха из открытого окна. Пусть я проснусь, подумал он. Все это был сон. Я хочу, чтобы он закончился. Я вернусь на работу и буду снова нажимать на кнопки. Пусть будет так. Это все, что мне нужно. Я хочу свою квартиру, жену и работу. Все, что мне нужно, это жить так, как я всегда жил. У меня нормальная жизнь. Я тоже нормальный. Все хорошо. Я нормальный. Ты ненормальный мужик. Ты ненормальный. Стэнли пронзительно закричал. Умоляю, кто-нибудь разбудите меня. Меня зовут Стэнли. У меня есть директор. Я работаю в офисе. Я настоящий. Стэнли. Кто-нибудь меня слышит? Кто я? Кто я? И потом все почернело. Это история о женщине по имени Мариэлла. Мариэлла проснулась у себя дома. Она встала, оделась, взяла свою сумку и пошла на работу. Но именно в этот день ее променад был прерван появлением странного мужчины, который шел по улице, разговаривая сам с собой, иногда срываясь на крик, и неожиданно упал замертво на тротуар. Мариэлла позвонила в скорую и какое-то время стояла и рассматривала странного человека. Очевидно, он был сумасшедшим, подумала она. Все знают, как выглядят сумасшедшие. Потом женщина подумала, как же хорошо, что она нормальная. Я в здравом уме, я все понимаю. Я отличаю реальность от выдумки. Было хорошо осознавать это. То есть в каком-то смысле этот несчастный делал счастливее ее. Но тут она вспомнила, что в этот день у нее запланирована важная встреча с очень важными людьми, от которых зависела ее карьера, а может быть и вся дальнейшая жизнь. Нужно было бежать. Поэтому она простояла рядом с телом еще несколько секунд и, повернувшись, зашагала прочь. Все? Слава тебе Богу, наконец-то это закончилось! Ладно, я надеюсь, вам это видео понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых видео. Но с вами был Ильих Утельдон-9. Всем спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok